Итак, о чем мы сейчас будем говорить? Вы мимо этой точки проезжаете, проезжаете неоднократно и не понимаете, что такое дубликат 74. Доведем до вашего сведения, что это есть дубликаты вашего номерного знака. Да-да-да-да-да. Теперь возникает вопрос, как часто вы сюда можете приехать. Ну, зная о том, что у нас, вот у меня конкретно, с моей машины сперли номерной знак, я сюда и приехал, естественно. Я себе заказал и получил. И в результате, а в результате что потом оказалось? А потом тот человек, который спер, его так бросил, типа, да, забери. А я сказал, а мне не надо. Я приехал сюда и показал, что, ну, во-первых, есть денежки, да, во-вторых, мне реально чихать на него по сути событий. А в-третьих, да я себе просто новый номерной знак получаю и все, и никаких проблем у меня нет. Куда я приезжаю? Гагарина, ой, Советская 20А. Чего-то у меня наколбасилось все. По улице Советская, это Советская 20А. Вот, пересечение получается с Комсомольской, я сейчас покажу, естественно. Чуть-чуть дальше переезжаем и прямо уже РЭП, где у нас находится, там вы вторые номерные знаки можете себе приобрести. Этот материал для вас, любимые мои жители города Магнитогорска и окрестностей. Нет старым номерам, даешь новые. Мы вроде уже объяснили, что делать, когда номера сперли. Сюда, на Советскую 20А или на Советскую 40. Другой вариант, машина к продаже. А почему не поменять номера, угвазанные солью или камушками? А? Есть ведь ПТС или техталон. Ну, заплатите и катайтесь с новыми номерами. Ха-ха-ха-ха. Ну, и вопрос номер два. Вопрос номер два. Ну, вы должны понимать, я это делаю, всем показываю, что, господа мои, рано или поздно ваша машина будет разбита, если только она не стоит в гараже. Да-да-да. Ну, и в гараже тоже надо еще подумать, потому что иногда может случиться, что-нибудь сверху упадет. Ну, да ладно. То есть, поверьте мне, поверьте мне, я еще не видел машины, не битой вообще. Да, только вот в салоне они стоят. После этого, да, иногда случается. И когда мне начинают говорить, вот бегают там эти товарищи такие с микрометром, сейчас я проверю, проверю, проверю. Так, ребятки, ну, не надо с микрометром бегать, бегать, вы просите. Потому что даже в салоне машины перекрашенные, 30% машин в салоне не перекрашенные, потому что пока их везут, они разбираются и все остальное делается. То же самое. А теперь задам один грамотный вопрос. Вы наверняка так же ездите по улицам, и вдруг смотрите, едет машина. И задний номер, потому что, ну, все же думают, что передний номер должен быть красиво читаться, а задний номер такой вообще кривой. То есть, возникает вопрос, что случилось с этим автомобилем? Ну, естественно, эта машина была в ударе, естественно. Либо туда приехали, либо спереди. Вопрос возникает другой уже для вас. Вы же хотите машину свою продать? То есть, вы же не хотите ее продавать с таким номером? Да, машина делается. Иногда машина делается еще изумительным образом, потому что мы выезжаем на нашем автомобиле из салона. Хорошо, что в Магнитогорске, в хорошей дороге, да? Окей, договорились. А вот если вы хотите прокатиться, ну, допустим, в сторону Бреды, да? Или еще где-нибудь по колдобинам поколбаститься. То бишь машина, она такое же состояние, как и человек, да? То есть, при перекручивании она также изгибается. Или вы думаете, что металл – это что-то красивое и крутое? Ну, чтобы вы не понимали, что такое металл красивый и крутое, берете обыкновенную баночку, да? Обыкновенную, ну, кильку, допустим, да? И попробуйте ее погнуть. Так вот, ваш металл практически из той же оперы. То есть, все это гнется и ломается. И в результате, даже если вы потом машину сделали, а качественный специалист все это дело выводит красиво, да? Я не буду говорить, что качественный специалист не делает вашу машину. Сделали красиво и ездите на качественно новом автомобиле. Потому что, еще раз говорю, машина ломается, невзирая на то, ездит она или не ездит. Поставили новый номер, который заказали здесь в дубликате, и получаете изумительное удовольствие. И уже забыли про то, что машина была в ремонте. То есть, процедура оплаты. Вы также можете прямо здесь оплатить и штрафы. Ну, иногда такое случается, бывает. Не часто я попадаю. Едешь, едешь, антирадар глюкает, скорость снижаешь и попадаешь. Хотя я всем говорю, средняя скорость не более 85 км в час на трассах. Ну, 20 или 40 в городе, если вы под зеленку попадаете. То есть, вы хотите видеть изготовление. А вы его и видели. Скажем так, не дешевый германский агрегат. К слову о том, кто выпускает читаемые знаки. Теперь где? Рядом с Магнитогорским отделением управления на дорогах. Ну, и чтобы было понятно дилерам. Вот с кем вам проще заключать договора. А вот для этого вы должны сюда приехать. На улицу Советская, 40. Господа мои продавцы автомобилей. Потому что сегодня и сейчас вы машины без постановки на учет продать не сможете. Почему сюда надо приехать? Потому что таких контор не очень-то и много в городе. Это одна из вторых контор. Может быть, даже первая контора. То есть, у них конкуренция, естественно. Естественный вариант. То есть, вы сюда приходите, заключаете договор, получаете номера. И уже потом свои машины продаете. Да-да-да-да-да-да. То есть, вот вам цепь событий. Вы берете, не утраченные номера делаете новые. Если у вас какие-то проблемы, ну, от ударов, естественно, такие тоже возникают варианты. Тоже сюда приходите, либо на Советскую 40, либо на Советскую 20. И, господа мои, вы же хотите приобрести свой новый автомобиль. И уже уехав из салона с новыми номерами, путешествовать. Не ездите вот так вот, потому что без номеров это не есть очень хорошо. Также приезжаете сюда или отправляете сюда ваших дилеров, которые продают эти машины. И вы уже здесь получаете то, что нужно для вас. Вы ездите на вашей машине с вашими номерами.